Всем доброго дня! Сегодня я буду готовить наивкуснейшую рыбу под шубой. Рыбу под шубой я так готовлю уже давным-давно. И в этом салате у меня только рыба и овощи. Никаких яиц, никаких огурцов, ничего в эту рыбу я не добавляю. И получается просто великолепно. Ну что, приступаем. Для начала мне понадобится 3 селёдки у меня лютерских, свекла 3, можно 2, и морковь отварная, всё отварной, и лук. Дело в том, что вы можете комбинировать чего-то побольше, чего-то поменьше, как любит ваша семья. Я делаю именно так. Далее рыбу нужно почистить, обрезать все плавники и разделить на филе. Свеклу также очистить, морковь также очистить и лук также почистить. И всё это сейчас будем резать и натирать. У меня овощи резко, мне будет проще. Но если вы будете натирать на тёрке, то трите на крупной тёрке, чтобы у вас не получилась каша. Сначала я, господи, в комбайне морковь всю перетираю. Вот видите, она получается такими крупненькими волокнами. Каши ничего делать не нужно. Далее свеклу также закладываю и также всё на комбайне перетираю. На комбайне очень удобно, получаются быстро и, соответственно, попроще. Далее собираю рыбу. Первый слой у меня идёт рыбы. Хорошо на плоское блюдо я выкладываю рыбу. Рукой всё приминаю. Видите, у меня так прям прилично рыбки. Ну, сильно много тоже не нужно. Знаете, всё должно быть в меру. Единственное, мы любим немножко побольше овощей. Вы можете, я говорю, можете как бы там под себя подстраивать этот салат. На бока тоже нужно всё выкладывать. И дальше слегка смазываю майонезом. Слегка. Ложечкой всё разравниваю. Сильно много майонеза не нужно. Слегка. Чтобы, знаете, чтобы рыба была такой, как бы, как монолитом. Далее сверху кладу лук. Лук я режу обычно. Не полукольцами никак, а просто обычно режу. Также всё выравниваю по всей рыбе. И слегка можно прижать рукой. Чтобы, знаете, как я уже говорила, чтобы был прям монолит. И лучок также слегка смазываю майонезиком. Буквально там может быть ложечка у меня. Где-то так. Всё это выравниваю, разравниваю. И сверху выкладываю слой морковки. Края тоже нужно. Мне просто неудобно одной рукой. Но края тоже нужно залеплять морковью. Кто-то любит, наоборот, чтобы были видны слои. Ну, в общем, делайте на свой вкус. Я показываю конкретно, как я делаю рыбу под шубой. Вы можете для себя подстраивать. Можно делать это в кольце. Но я уже по старинке делаю так. У меня как бы... Я набила руку. У меня получается как будто как в кольце. Видите? Ложечки всё слегка подровняла. И видите, как в кольце как будто бы делала. Ну, я говорю, я эту рыбу уже готовлю, наверное, на ле 30. Далее, когда всё подровняли, всё утрамбовали, также добавляем майонезико. Опять добавили майонезико. Опять всё это нужно разровнять ложечкой. Пока ложечкой будем разравнивать. Потом перейдём к ножику. Будем ровнять весь наш салат. Вот так у меня уже получилось морковочка. Далее идёт слой свеклы. Слой свеклы обязательно нужно, как говорится, залеплять все бока, чтобы салат был однородным. И сейчас я уже, когда выложу весь слой свеклы, буду салат выравнивать ножом. Это очень удобно. И края все подровняю. И будет салат смотреться более так аккуратно. Ну, вот видите, всё я уже выложила. И вот ножом, видите, вот так нужно от края к центру ножом вот так всё, как говорится, приглаживать. Вот так всё приглаживаете. И салат получается ровным. Крутите блюдо, на котором вы будете делать. И, видите, получается прям просто замечательно. И так же этот слой свеклы нужно смазать майонезом. Ой, куда же без майонеза. Ну, мы по минимальному майонезик добавляем. Так же слегка добавляю. И сейчас всё так же буду, уже с майонезом, буду выравнивать все края. Ножик я слегка окунула в майонез, чтобы не было, знаете, вот видите, я опять начинаю с края. И с края я иду к центру. Уже ножик у меня, нож у меня уже в майонезе. И он, знаете, он прям так гладенько идёт. И получается очень удобно и хорошо. И красиво, кстати сказать. Ну, вот и всё. Салатик готов. Посмотрите, обязательно салат поставьте на какое-нибудь блюдо, потому что сок будет течь слегка. И поэтому ставьте на какое-нибудь блюдо. На ночь его в холодильник убирать не нужно, в какое-нибудь просто прохладное место. Утром его можно слегка, знаете, так подновить. На завтра я имею в виду, на 31 декабря. Подновить майонезиком. И можно подавать, резать как торт. Всем приятного!